Всем привет! Не забудь подписаться на канал. В описании к видео, ты найдешь полезные товары для охотника с Алиэкспресс. 20-ку ружье 20-го калибра нельзя назвать, самым популярным охотничьим оружием. Она проигрывает моделям 12-го и 16-го калибра. Все же у этих изделий есть масса поклонников, которые успели по достоинству оценить преимущества перед аналогами. Следует рассмотреть, какими плюсами и минусами обладает 20-ка. Говоря о стрельбе на коротких дистанциях, ружья 20-го калибра обеспечивают более комфортное обращение, чем образцы 12 и 16. Сказывается равномерная осыпь дроби. Примечательна и форма дробового снопа, примерно на 1,5 метра короче, чем у аналогичных моделей крупного калибра. Ключевое достоинство 20-ки. Опытные стрелки ценят ружья за то, что после утомительного перехода на 15 километров ружья остаются удобными в обращении, в меру легкими. Это оружие будет незаменимым при ходовой охоте. Отечественные двустволки 20-го калибра не могут похвастаться небольшим весом. Их масса достигает 3,4 килограмма для патронов типа Magnum, вследствие чего 20-ка теряет весь шарм. При том же весе ружье 12-го калибра обладает более высокими показателями. Идеальный вес 20-ки 2,4 килограмма, ровно в 100 раз больше заряда дроби. Выходом из ситуации, может стать покупка поддержанного ружья 20-го калибра. Стоит быть внимательным, тщательно осмотреть изделия на предмет повреждений, способных ухудшить стрельбу. Малый вес боезапаса это еще один плюс. Для этих ружей выпускаются пластмассовые гильзы, заряженные дробью. Это позволяет вам брать на охоту увеличенный боекомплект. Снизить вес снаряжения, используя стандартный набор дроби. Патроны с латунными гильзами трудно найти в продаже. Если они есть, то ассортимент сильно ограничен. Но если вы готовитесь к долгому переходу, то 20-ка порадует умеренной массой снаряжения. Эти ружья выпускаются с гладким стволом. При выстреле давление пороховых газов, достигает 1000 бар. Это отражается на кучности дроби, создает ощущение резкого, хлесткого выстрела. Мнение опытных охотников и экспертов в области оружия, нередко расходится. Вторые уверяют, что дробь 20-ки, сильно разлетается уже на 35 метрах. Однако владельцы подобных ружей говорят, что кучность при 60 метрах укладывается в газетный разворот, это прекрасный показатель. Здесь нужно учитывать особенности, каждой отдельной модели ружья. К числу других преимуществ стоит отнести, короткий ствол. Благодаря компактности, такие ружья идеально подходят для охоты в чащобе, зарослях. Они делают стрелка маневренным, не ограничивают его движение, а в совокупности с небольшой массой, позволяют быстро вскидывать ствол для прицеливания. Подходят для подсадной охоты. Здесь мелкий калибр не имеет особого значения. Если вы приманиваете утку, то будет достаточно и пяти успешно попавших дробинок. Добыча не уйдет. Комфортная отдача. Этот фактор, особенно важен для обладателей двустволок с горизонтальным и вертикальным расположением стволов. Так можно быстро совершить второй выстрел, не сбивая прицел. Ввиду легкости, маневренности и небольшой отдачи ружья 20-го калибра, отлично подходят для стендовой стрельбы, и для знакомства с оружием в целом. Они экономичны по пороху, дроби. Есть еще одно важное преимущество. Если вы охотитесь с пулями, то входное отверстие получается небольшим. Так повышается шанс снять трофей, не попортив его. Здесь огромную роль играет мастерство охотника, но при должном усердии, терпении и точности можно добиться отличного результата. Самый значимый минус это один из вышеозначенных плюсов. Большая кучность заставляет стрелка целиться точнее. Здесь нельзя ориентироваться на разброс и надеяться, что дробинки заденут цель. По этому параметру можно смело заявить, что 20-ки подходят только опытным стрелкам. Новички же будут часто промахиваться. Узкий спектр применения, очередной минус ружей 20-го калибра. Они незаменимы для птиц, но не подходят для более крупной дичи. Если с оружием 12-го калибра, можно смело отправляться на медведя, то 20-ка такой роскоши не предоставляет. Небольшая дальнобойность. Идеальный огневой рубеж, для ружей 25 метров. В ряде случаев, наблюдается деформация дробин в момент вылета из ствола. Здесь сказывается давление пороховых газов, и инерция верхнего слоя, которая давит на нижний. Учитывая приведенные факторы, 20-ка больше подходит охотникам, с высоким уровнем мастерства. Стоит вспомнить в царские времена в России, эти ружья пользовались большим спросом, среди матерых охотников и любителей вольготной, комфортной охоты. Если вы отправляетесь на птицу с легавой, подсадной уткой или манком, то смело выбирайте ружье 20-го калибра. Они не подведут. 20-ка обладает своеобразным шармом, тягой, влечением. Она привлекает и коротким стволом, легкостью, и многими другими факторами. Но перед этим рекомендуется приобрести ружье 12-го калибра, а точить навыки стрельбы. Человек, решивший приобрести 20-ку, на 100% уверен в выборе. Он знает, какие параметры необходимо принимать во внимание. В силу вступает приобретенный охотничий опыт. Приобретая ружье 20-го калибра, для тренировочной стрельбы на полигоне, рекомендуется опираться на следующие критерии, удобство использования. Учитывайте баланс ружья. Данный параметр сугубо индивидуален. Стрелок должен, свободно удерживать вскинутое оружие в руках, чтобы ствол не вилял. Вес. Неопытный охотник столкнется с массой трудностей, стреляя из тяжелых охотничьих ружей, ведь иначе вероятность получения трофея минимальна, практически равна нулю. Одни приобретают двустволку за счет ее колорита, другие ценя оружие за практичность, удобство, возможность дополнительного выстрела. В качестве первого ружья для стендовой стрельбы, можно приобрести одноствольную модель с пятью зарядами. Это существенно упростит использование, поможет быстрее отработать навыки стрельбы. Необходимо четко понимать, на кого вы планируете охотиться. Двадцатка отличный выбор для селезней и других птиц. Для крупной дичи, не говоря о хищниках, она не подойдет по крайней мере для новичков. Трезво оценивайте свои возможности. Немаловажный нюанс. Для охоты отлично подходят следующие модели 70 или 76. Они обладают указанным набором достоинств, достаточно просты в обращении. По мере роста стрелковых навыков, можно будет смело отправляться на ходовую охоту. Немаловажный нюанс. В продаже присутствуют модели 76, под патрон Magnum, но технического и практического смысла в них нет. Они не имеют преимуществ перед ружьями 12-го калибра, характеризуются меньшей дальнобойностью, кучностью и прочими недостатками. Расходные материалы к таким двадцаткам найти сложнее, а их цена выше. Положение не спасает даже небольшая длина ствола. Ружья 20-го калибра под патрон Magnum весит, слишком много и станут настоящим испытанием при переходе, на 10 километров. Не забудь подписаться на канал. И ставь лайк если видео было полезным.